Так, жужик. Вот, давно не приезжали уже. Никита Кузнецов учится на первом курсе в Бауманке. Специальность машиностроения, подводные роботы и аппараты. Он всегда мечтал о запорожце. У дедушки были две таких машины, и он часто рассказывал, как всей семьей они ездили отдыхать в Крым и Ялту. Этот запорожец Никита купил в 2016-м. Его пригнали из Череповца. Оплетка руля, она тоже советского периода, советского производства. Установлено уже, правда, мною. Но все из тех времен. Приемник тоже мне отдал дедушка. Он у него хранился в гараже, тоже с одного из его запорожцев. У машины небольшой пробег, всего 4000 километров, поэтому вкладываться в ремонт не пришлось. В целом запчасти, конечно, есть, но качество их очень сомнительное. И чтобы найти какие-то хорошие запчасти, надо постараться. Либо же заниматься восстановлением оригинальных старых запчастей. Если заниматься полноценной реставрацией автомобиля и приведением заводского состояния из довольно-таки плачевного, это, конечно, выходит в большую сумму. Порядка 500-600 тысяч может спокойно это выйти. Никита и его запорожец уже были участниками праздника на 1 мая и выезжали на ретро-фестиваль. Дороги ведет себя, конечно, в целом нормально, потому что особых неполадок они нет. Но, конечно, все обращают внимание, все поворачивают головы, сигналят. Машины вызывают определенный интерес у окружающих, потому что в данное время уже, конечно, это редкость на наших дорогах. Запорожцы начали выпускать в 1960 году. Заднемоторные легковые автомобили особого малого класса пользовались большой популярностью в Советском Союзе. В первую очередь из-за цены они стоили дешевле, чем москвичи и Волги. На главном конвейере запорожского автомобильного завода «Коммунар» двухмиллионный запорожец. По-особому относимся мы к этой малолитражке. Иногда шутливо, иногда ворчливо, но в основном с искренней симпатией. Производство запорожецев завершилось в 1994 году, а совсем недавно стало известно, что и сам запорожский завод прекращает работу. Никита Кузнецов после долгого перерыва сел за руль своего запорожца, но завести машину так и не удалось. Но он надеется, что к лету все неисправности удастся устранить. К тому же он планировал повторить маршрут, по которому ездил его дед, стать участником автопробега и доехать до Крыма.